Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Азбука войны. Выставка Андрея Бильжо в Риге, в галерее Куб. Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 1922 года принял решение вернуться к своей первой профессии. Врача-психиатра. На новой выставке к известным графическим сериям под названиями «Азбука» и «Гондоны» добавились трагические реалии вторжения России в Украину. Пушкин и Гоголь заговорили языком войны. А тема Вагнера звучит в театре, где на занавесе изображена кувалда. Разговор с Андреем Бильжо, художником и врачом, начинаем с самодиагностики. Как бы можно было охарактеризовать и свое состояние, и состояние коллег после 24 февраля? Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать. При том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности, психиатра, так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне те, кому плохо. А через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки зерного шара, и мне звонили. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями. Которые занимают разные... Которые занимают разные позиции, да, как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. Я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так, и так, и так, и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. Я позвонил с итальянского, представился, он сказал, Андрей, мы же с тобой учились. Чего надо? Я главный психиатр Батуми. Там нужна была консультация и серьёзная история, и всё было сделано в течение часа. Вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провёл 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривал по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то всё это было накатано. Организовал его психиатр из Иерусалима. И я уже потом пошёл лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Историй в моей голове много. Потом я стал лечить себя сам известной методикой, что нужно что-то делать. Заставляй себя писать. Веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Ну и потом, так как мой мозг устроен так, что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, придумывая картинки, и я этим занимался всё время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки невозможно. Это иной жанр, человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ёрничая. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Холобаевым, с которым я работал в «Коммерсанте». Комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский, необходимы, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, как они появились. А для истории это очень важно. Ну, например, фраза «не всё так однозначно» или «где-то был 8 лет». Есть комментарии, когда они появились. Например, мы сейчас помним, что такое чувака Вагнер. А через какое-то время будут спрашивать, а что такое чувака Вагнер. Что такое кувалда Вагнера, да? Ну и какие-то новые понятия, которые уже придумывал я. Картинка. Дьявольский поцелуй, например. Или жестокая жалость на букву «Ж». Когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно стекает. Превращается в бомбу. Я не остановился на одну букву, одна картинка. Я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не считая всех остальных проектов. К сожалению, всё осталось там. В Москве? Ну, конечно. Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укоренённый в этом городе. Я очень скучаю. Я очень тоскую. И точно знаю, что я туда поеду. Когда? Не знаю. За эти полтора года удалось там побывать? Да, удалось. 10 мая умер очень близкий мой друг Игорь Синоденко, который родился в Малиупольском роддоме. Вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру. Папа его был с актёром. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провёл вечер памяти. Петрович, остался? Я имею в виду сейчас не персонажа твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то акция по дискредитации этого клуба. Вот эти зет-патриоты вешали какие-то объявления, да, непристойные. Да, он остался, как-то живёт, но я за скобками. Я не очень люблю всё это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали, типа, ты сошёл с ума, почитай, и я там прочёл. Ну и всё. Ну неприятно, когда тебе хотят отрубить руки, понимаешь, или там повесить тебя. Да, или убить вообще-то, да. У меня был интересный ещё случай. Мне очень грозили там месседжеры. И я решил поговорить по телефону. С этим человеком? Да. Я разговаривал с ним почти час. Кто он, откуда? Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот. Что в этом было познавательного? Что ты как врач, как гражданин узнал? Ну как врач я догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В своё время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы на самом деле, находясь в каждом своём социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи. Между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги, да, но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, да, то только понаслышке. Я знаю, что они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся. Был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что я в его представлении, убежавший за границу, очкарик, еврей, владею ненормативной лексикой лучше, чем он. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталиградской битвы. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались во времени в разговоре, он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное, и как-то успокаивался. А про репрессии, которым подвергалась твоя семья, вы не заговорили, вот не дошли до Сталина, до всего этого периода? Нет, я сказал ему, ну, в такой жесткой ненормативной форме. Когда он мне стал топить, типа, за Родину, которая так много дала, я сказал, ну да. Она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. Я придумал сценарий такой, как на карнавал в Венеции. Я привожу десантника, и он сходит в самолет и оказывается в карнавальной толпе. Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий. Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется. Он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, а постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить, что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. И они говорят, где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу карнавальной маски, ее не снимают, потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И потом они поворачиваются и говорят, а это что за пидорасы? Конец фильма. А чем в реальности закончился ваш разговор? Он устал от меня. Он сказал, собираешься приехать обратно на родину? Я говорю, собираюсь, конечно. Говорит, если будешь, приезжай в Самару, телефон есть, я покажу тебе город, с пацанами познакомлю. Азбука войны. Выставка Андрея Бильжо в Риге в галерее Куб. Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину. Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось... Это же условный диагноз. Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз? Или же мы, наоборот, оказались перед такими развилками, когда кто-то молчит и занимает конформную позицию. Не потому, что он поддерживает политическую позицию Кремля, а потому, что ему страшно. Кто-то, наоборот, кричит, вот сделался зет-патриотом. Твои наблюдения сейчас, опять же, как специалисты не в области изобразительного искусства и литературы, а в области медицины, психиатрии. Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы. Там 2014 год. Моя страна сошла с ума, и я сам поразился. Это после аннексии Крыма, да? Моя страна сошла с ума. После аннексии Крыма, да. Ну, что-то было в 2012 году, потом после аннексии Крыма, про пропаганду, про интонации. Я про это сейчас много довольно говорю, пытаюсь объяснить про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, ну и так далее, и так далее. Ну, во-первых, осуждать вообще нельзя. Ну, можно осуждать, когда уже всё понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Но если человек поступает не так, как поступаешь ты, в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общительный. У одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимное, а другой всё время субдепрессивно, даже тогда, когда всё хорошо. И мы таких знаем в наших компаниях. Ну, что ты всё время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонны к воображению и фантазиям, тревожные и прочее. Психостеничные. Другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще всё, да. Тот, кому всё пофиг, никогда не поймёт своего друга или человека в его компании, который всё время переживает, тревожится. Один приезжает в аэропорт за 15 минут до вылета самолёта, а другой приезжает за 4 часа и думает, я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. У каждого есть в его кругу общения человек другой. Один никогда не поймёт другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймёшь его, потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идёт о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружба. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести. Что ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мамы и папы или там мои ближайшие друзья совершенно других взглядов придерживаются? Но если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо попытаться договориться не разговаривать на эту тему. Заставить себя. Иногда бывает так, что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему. Не трогай её. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во время бомбёжки, они сказали, что как же так? Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрёт от инфаркта, или у неё будет инсульт в Москве, а вы в Харькове, кому будет от этого хорошо? Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором. Но мама говорила. И дошло до того, что сын скрыл вены, оказался в институте Слифосовского, всё обошлось. Принцип такой. Я говорю, что попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильное ощущение. Мы редко трогаем и обнимаем близкого нам человека. Дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее. Особенно тогда, когда между нами что-то произошло, какой-то разрыв. Мы это делаем редко. А это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы. Психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же ещё одно следствие войны. Конечно. Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем. Когда мне мама говорила про своего сына подросткового возраста, который уехал из Киева после бомбёжки, я говорю, он помыл за собой посуду, а он плачет. Я говорю, для вас это принципиально важно, чтобы он мыл за собой посуду сейчас. Какое-то серьёзное воспитание. Вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком? А просто понять, полюбить. А ребёнка плохо просто в этот момент. Ему не до посуды. А он сидит всё время, играет в компьютер. А вы не играете ни в какую игру? Спросил я. Нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами? А ему важно, чтобы мы согласились с ним, да? Мы члены одной группы, одной партии? Или просто это мама? Тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять. Когда тебе звонят люди, которые под бомбёжками, что они хотят спросить у тебя? Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает, ну, кому они звонят. Они знают, что биржопсихиатр, это подписчики. Знают позицию. Какой-то получается разговор. Это как разговор с попутчиком. Иногда что-то трудно сказать близкому, да? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. И всё время говорила, что мы одна команда. И, значит, мы их пледали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать, как ему объяснить. Папа довозит их до границы, разговаривает со мной. Он может уехать с ними. Я говорю ему, там встречают волонтёры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я на это поеду с ней. А потом перезвонит на следующий день и говорит, я остался. Я возвращаюсь обратно. Ну или очень трудно говорить с человеком, который говорит, она всё время ощущение, что она ночью повесится. А врачей никого нет, ты не можешь её никуда направить. Это очень тяжело. Суицидальное поведение очень тяжёлая штука. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине. Там уехало три поколения. Три женщины. Бабушка, дочка и внучка. У них разбомбили дом. Вот они, значит, в Германии, девочке 16 лет. Она совсем такая депрессивная и так далее. Я звоню маме этой девочки. И там вуз такой. Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный? Я говорю, ну я не грустный. А меня сейчас на рынок свозили. Я спросил, а что я могу купить? Денег-то нет. Мне говорят, ну покупайте, что хотите. Я сейчас такой борщ свалю. А я знаю, что в Европе со свёклой не очень хорошо. Да я и без свёклы борщ свалю. А я говорю, без свёклы это не борщ, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А ей я нашла мальчика с Халькова. Их тоже бомбили. А они на велосипеде сейчас уехали. Такая конституция, такой характер. Я говорю, ну я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. О, я такая задорная была. Я остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Это вопросы о том, что все разные. Вот она реагирует на страшные события и перелом в её жизни и в жизни её близких так. Но, слава богу, она не даёт совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая. Я бы хотела спросить о группе так называемых «Зет-патриотов». Что с людьми произошло? Можно попытаться объяснить. Я вообще стал часто говорить «не знаю», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. Мы очень мало знаем. Даже когда знаем, опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами, психологически. Ну вот этот известный эксперимент в Стрефорте. Психолог Азимбарда. Да, да, да. Когда группа заключённых. Разделена на заключённых и охранников. На заключённых, да. Есть фильм, который называется «Я и другие». 1976 год. Киев научный фильм. Его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о так называемом конформном типе. Когда одна пирамидка белая, другая чёрная. И человек говорит, что обе белые, потому что все сказали, что обе белые. Все сказали. Эта группа, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты. Люди, которые приспосабливаются. Да, ну а что я буду противоречить? Есть, я привожу эту цифру в последнее время очень часто. 87% общества, 87% гипнабельные. То есть подвержены внушениям. Из этих 87% – 20% абсолютно гипнабельные. Вообще все градации, классификации, надо понимать, что это относительная вещь. Везде есть переходные фазы от одной группы к другой, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние два года агрессивно, то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения. Мы имеем в виду Вторую мировую? Вторую мировую, да. Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые. Механизм вытеснения. Мозг бережет себя старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да. Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмолинском лагере, жена изменитых в родине, отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийца и так далее. С ним все ясно. Брежнев – идиот. Но на ее стороне стояла без Ленина. И я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то объяснить. Идиот. Потому что это значит ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени, в ссылке. Все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть можно предположить, что человек знает это. Но он, как это сказала женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Есть странная группа, те, кто любит власть. Власть сексуальная. Человек, наделенный властью, доминирующий. Пускай маленький, пускай плюгавый. Это мачо. Теперь, если эти 4 даже группы развить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знанием, объясняет себе широко. Теория заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги. Он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. Плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллективы в деревне. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит, Саша, веди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм. Это совсем другие механизмы. Потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском, подсанском, трус – это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи. Тебя никто не слушал, потому что были лучше. Вот эти еще и евреи, понимаешь. Меня спросили, почему все психиатры – евреи, а все больные – русские. Это вопрос, на который я не мог ответить вообще. Как художник Бильжо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич? Для меня понятия «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие… Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ. Большая страна? Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот, почему нужно все время чем-то гордиться. Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек-то в день не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото. Андрей Вильжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фананова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода». Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной. Может быть, и людей рожать в армии может, без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова